Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости, друзья, целой Киевской области, поговорим о крупных областных городах, которые входят в Киевскую область, о районных центрах. Конечно же, поговорим о городе Киеве в разрезе административных районов. И подумайте только, период сравнения у нас будет один год, три месяца. То есть, такой огромный период исследования позволяет нам проводить геоинформационную систему Олимп Ньюз. И, конечно же, это будет с цифрами, с картами, с графиками. Я думаю, что это будет достаточно интересно. Кстати, очень давно, когда наши яйцеголовые друзья, товарищи фонда госимущества задумали очередную, как правильно сказать, аферу, чтобы не обидеть никого, или проект, связанный с массовой оценкой, мы предлагали, точнее компания Лим Консалтинг, еще одна компания, предлагали альтернативу той фигни, которую они сделали. Эта альтернатива выглядела бы в виде доступного материала под тем сегментом рынка недвижимости в разрезе всей Украины. Вся эта информация есть, оцифрована, и все остальное. Друзья, где сейчас Тимченко, под который фонд госимущества возглавлял? Где-то, говорят, в Австрии. Чего он туда убежал, тоже никто не знает. Ну, наверное, испытывал патриотические чувства, решил любить родину за границей. Так вот, вот этот прообраз той массовой оценки был создан очень давно, и мы достаточно успешно его эксплуатируем в своей бизнес-модели. То есть это живой проект, который приносит, в общем-то, определенные доходы, и я хотел бы очередной раз вас познакомить с данным проектом. Ну, не получилось, извините, без политики. Не хочу влазить в это дерьмо, но постоянно, ну, все же связано с бизнесом, все связано с политикой. Куда ни плю, везде, блин, это гребанная политика. Итак, друзья, извините, да, больше не буду, как она называется, истеричь. Будем говорить о рынке недвижимости, как я уже сказал, в Киевской области. Друзья, перед вами карта, интерактивная карта. Карта, естественно, как я уже вам говорил, подготовлена компанией Олимп Консталтинг данные, то есть это современная геоинформационная система Олимп Ньюз, она так называется. Ну, можно добавить национальную украинскую геоинформационную систему. Перед вами карта Украины, и мы сегодня говорим о Киевской области. Киевская область, вот помечаю так, курсорчиком всего лишь, да, одно нажатие, и мы видим основные параметры, которые характеризуют Киевскую область. То есть это население, довоенное, естественно, это площадь, но она не изменилась. И сегодня мы говорим о социальном жилье, это 398 долларов за квадратный метр. Вы также можете посмотреть, нажав на, так сказать, клавишу мышки, посмотреть, сколько стоила недвижимость год назад или же год назад и месяца. Вот видим, вот здесь нажимаем, есть такая функция. Сейчас, одну секунду, продемонстрирую вам это в графике. Видим, март месяц 2022 года, период исследования, и март месяц 2000, вернее, июнь месяц 2023 года. Давайте еще раз попробуем. Вот так будет удобнее. И смотрим, что происходило в динамике. В динамике 15 месяцев, да, в году 12 месяцев, плюс еще квартал, ну, в общем-то, получается 15. Март месяц. Давайте еще раз. Проближается у нас вот так. Март месяц. Это 408 долларов за квадратный метр. Социальное жилье. Это самый большой клад рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. И видим, как, в общем-то, это уже война. Видим, как медленно и уверенно стоимость квадратного метра стала нижаться. В последние, так сказать, с марта месяца по июнь 2023 года мы видим, это замедление снижается. И вот в этих видео я об этом вам, друзья, рассказываю. Давайте перейдем уже от общих цифр и данных, да, к городам областного районного значения, которые входят в Киевскую область. Итак, мы приближаем эту область Киевскую на сегодняшний день. И видим такое лоскутное одеяло. Это областные города, города районного значения, поселки городского типа. Ну вот я просто вспоминаю вот эти те годы, да, потраченные, блин, ну потраченные они не зря были, понятно. Но вот смотрите, как удобно было бы простому, адекватному украинцу, который может работать с компьютером, определить стоимость своей недвижимости. И это не только жила, а недвижимость, о которой я сейчас вам рассказываю. Это и земля, это, ну там больше 12 метров, и коммерческая недвижимость. И все это можно было реализовать в рамках крупного государственного проекта. Нет, нифига, блин, деньги стырили, оставили какую-то балалайку и действующие лица за границей, да, а мы, так сказать, это самое, на возле едем и его раскачиваем, делая вид, что он куда-то движется. Опять в лес, друзья, извините, то, что не хочу лазить. Итак, сейчас мы будем говорить о том, что находится внутри области. Давайте возьмем город Бровары, вот так возьмем, да, посмотрим основные данные, которые характеризуют Броварской район, население, это площадь и видим, сколько у нас 644 доллара за квадратный метр. Это стоимость квадратного метра в городе Бровары социального жилья. Можем посмотреть также, друзья, в динамике, что происходило с марта месяца 2022 года. Это 657 долларов. И видим, как медленно и уверенно стоимость квадратного метра снижалась. И сейчас это уже в июне 2023 года 644 доллара за квадратный метр. Давайте посмотрим еще несколько городов. Карта позволяет, в общем-то, сделать сравнение между городами областного и районного значения. Возьмем город Борисполь. Основные параметры, видим население, площадь и 642 доллара за квадратный метр. Напомню, что это социальное жилье. То есть, отличается, в принципе, незначительно, но и география мы видим расположена, они расположены практически рядом друг с другом. Также можем посмотреть по Бориспольскому району, что происходило. Видим та же самая динамика в марте 2022 года. Это 654 доллара за квадратный метр. И медленное снижение стоимости квадратного метра до июня 2023 года. Это 642 доллара за квадратным метром. То есть, вот так ведет себя недвижимость, социальное жилье. Ну и, друзья, не только. Понятно, что у меня в рамках этого видео нет просто времени много говорить обо всем. Поэтому смотрим обо всем, я имею в виду, обо всем рынке недвижимости. Коммерческая недвижимость, в общем-то, тоже ведет таким же образом себя. Видим снижение стоимости квадратного метра. Только, правда, последние два месяца мы видим значительное замедление снижения этой стоимости. Итак, Васильковский район, город Васильков, население видим, видим площадь 441 доллар за квадратный метр. И, друзья, посмотрите, как, в общем-то, достаточно сильно уже отличается в Василькове стоимость квадратного метра социального жилья. Посмотреть, если в динамике, то мы увидим, в принципе, ту же самую ситуацию в марте месяца 452 года. 2022 года это 452 доллара за квадратный метр. И видим незначительное потом ускоряющееся снижение стоимости квадратного метра. И уже в июне 2023 года это 441 доллар за квадратный метр. Друзья, ну давайте так, чтобы не сильно утомительно было для Вас цифрами, Вы можете найти эту карту. Она MetAlink.net.ua называется. В открытом доступе в любом поисковике набираете, и Вы выйдете на эту карту. Давайте возьмем еще один город. Город, ну давайте Герпень, наверное. Достаточно сильно пострадал от войны. Город Ирпень. Население видим довоенное. Площадь 578 долларов за квадратный метр. Также значительно, вот друзья, посмотрите, как взял 4 города, как они очень сильно, ну за исключением Броваров и Борисполя, потому что они расположены друг с другом. Как отличается Васильков от, так сказать, Ирпеня, это Киево-Светошинский район. Видим, что Киево-Светошинский район, город Ирпень, это 578 долларов за квадратный метр. Ну и, конечно же, динамика та же самая. С марта месяца 2022 года это 590 долларов за квадратный метр. И вот это снижение видим в июне 2023 года, это уже 578 долларов за квадратный метр. То есть видим, что также замедляется снижение стоимости квадратного метра. Итак, друзья, мы поговорили о крупных областных, так сказать, городах, которые входят в Киевскую область. И давайте теперь поговорим о городе Киеве. Вы можете посмотреть, здесь вся эта информация оцифрована, вы можете все это посмотреть. Я хочу продемонстрировать, как работает национальная генформационная система Олимп-Ньюс на городе Киеве. Ну, во-первых, вот пометив пятнышком город Киев, мы увидели основные параметры. Сейчас, кстати, на 500 тысяч, это официальная статистика населения города Киева увеличилась. То есть уже за 3 миллиона. Это внутренние переселенцы, это мигранты из других городов, которые, в общем-то, находятся на линии фронта. И я, как человек, который проживает в Киеве, я это увижу по населению, по машинам, по всем показателям. Действительно, Киев на сегодняшний день больше людей, чем до войны. И видим среднюю стоимость квадратного метра. 1 083 доллара за квадратный метр. Напомню вам, друзья, что это в целом по городу Киеву, и это специально, друзья, жилье. То есть жилье построено в период Советского Союза. Итак, что происходит? Вот очень хорошо этот график демонстрируется. В марте 2022 года мы видим стоимость 1 121 долларов за квадратный метр. Но это начало войны, не помню вообще, в роли в конце началась война. Вот резкое снижение, видим, и в декабре, ну, то есть вот эта динамика снижения достаточно такая резкая, видим, да? Снижение такое, вот это, если взять, привести линию тренда, она вот такая будет, ну, очень-очень такая, агрессивно направленная вниз. И вот с марта месяца 2023 года, о чем я говорю во всех своих видео, мы увидели незначительное повышение стоимости квадратного метра. Сейчас мы говорим о июне, и видим, что стоимость квадратного метра – это 1083 доллара за квадратный метр. Друзья, это колебательный процесс, всего лишь длинную один квартал, с чем это связано, я не знаю с чем, правда, то есть колебания не изучаются, в них нет смысла их изучать. То есть это какие-то внешние факторы, которые влияют, и, в общем-то, через, так сказать, в следующем квартале эта карта будет обновляться, она обновляется раз в квартал, мы уже будем видеть истинную ситуацию, то есть будет ситуация ухудшаться по снижению стоимости квадратного метра, в чем я даже не сомневаюсь, где-то процентов 95 вам говорю, что все-таки вот эти тенденции мы дальше увидим к снижению стоимости квадратного метра, или вот это посмотрим уже, так сказать, в следующем квартале. В целом, по Киеву вы увидели ситуацию, закрою, значит, эти данные, и вот теперь смотрите, внимание, еще раз массовая ценность, посмотрите, как мы реализовали небольшим коллективом. Ну вот не хочу без тебя там хвалить, да, но люди, которые работают в компании «Лим Константин», это умные, образованные люди, которые умеют реализовать социально востребованные проекты, но, к сожалению, Украина не та страна, где можно это реализовать. Если с кем-то надо там попилить какие-то деньги, да, это, наверное, у нас. А если надо сделать действительно хороший проект, который позволил бы каждому украинцу видеть стоимость своей недвижимости, повторюсь, не только живой недвижимости, о чем я сейчас говорю, а и о земельных участках разной целевого назначения, и о торговой, и, так сказать, офисной недвижимости, вот это, друзья, да, слабо это сделать, ну, не для нас слабо, мы это сделали, я вам демонстрирую, а для целого государства Украины это слабо. Итак, смотрите, что происходит, почему я так, в общем-то, может быть, даже агрессивно немножко, да, говорю, посмотрите, как визуализирована информация. Ну, во-первых, город Киев, он состоит из 10 административных районов. Давайте мы быстренько очень пройдемся, Светошинский район, видим 947 долларов за квадратный метр. Дальше мы видим Оболонский район, ну, это граница Оболонского района, уже 1087 долларов за квадратный метр. Подольский район, видим 1066 долларов за квадратный метр. Деснянский район, видим 883 доллара за квадратный метр. Днепровский район, это 959 долларов за квадратный метр. То есть вы чувствуете, как сильно отличается стоимость квадратных метров в каждом районе. Цветовая гамма тоже есть, вы вот здесь можете посмотреть, сколько чего кто стоит. Днепровский район, 959, Дарнинский, 953, Голосеевский район, 1060 долларов за квадратный метр. Все это мы говорим о социальном жилье. И Печерский район, 1714 долларов за квадратный метр. Но осталось еще немножко, это Соломинский район, 1111 долларов за квадратный метр. Шевченковский район, это 1146 долларов за квадратный метр. Естественно, мы видим, что центральная часть города Киева, это Печерский район, Шевченковский мы потом разберем, более декомпозируем, они наиболее по стоимости, более дорогая недвижимость. Итак, давайте возьмем, я традиционно, так сказать, подолстую любимую разбираю, а давайте Шевченковский район, и вот просто посмотрите, я одним зубом увеличил, посмотрите, насколько сильно отличается стоимость квадратного метра всего лишь в одном Шевченковском административном районе. Шевченковский район, Нивки, кто киевлянин знает, кто не киевлянин, просто возьмите это для своего, так сказать, сведения. 942 доллара за квадратный метр, это социальное жилье. Мы можем увеличить этот массив, который входит в административный район, мы видим, да, и вплоть до гор, ну вот здесь дома, здесь частная застройка, видим, вот здесь застройка уже идет многоэтажными домами, увидеть, что стоимость квадратного метра по социальному жюри это 942 доллара за квадратный метр. Также можно было сделать по всем сегментам, по всем классам рынка недвижимости, включая жилую и коммерческую недвижимость, это я о том, что, ну, для чего готовился этот проект, потрачено много времени, я не говорю уже там про деньги, время, ну, ценно, что есть у человека, да, и все, вот это, так сказать, на уровне государства ушло в корзину, да, при этом, при всем руководители проекта, которые там все это делали, они сейчас успешно там проживают за границей и, так сказать, любят Украину за границей, ну, так всегда принято, что ее любят за границей. Итак, посмотрите, Нивки, это Шевченковский район, и Лукьяновка, это Шевченковский район, тоже массив, уже 1182 доллара за квадратный метр, насколько сильно отличается стоимость квадратного метра. То есть вы можете увеличить и увидеть вплоть до, опять же, домов, которые входят в этот мастиф, да, это социальное жилье. Если вы живете по адресу там, я не знаю, кстати, тут еще поизменялось очень много, как оно называется, ну, названий улиц, да, я не успеваю их отслеживать, хотя мы отслеживаем это. Ну, я не знаю, Киевсовет, как печатленный станок, он нифига не делает, да, про бомбоубежище мы помолчим, а вот переименовывает улицы, он, ну, с давидным постоянством не так быстро, что, наверное, они сами прутся от того, что самые эффективные депутаты, которые занимаются хернью, наверное, да, ну, извините, опять, просто вот, ну, так оно, не хочу об этом говорить, но оно на языке крутится. То есть, если у вас социальное жилье, вы можете определиться со стоимостью своего квадратного метра, умножаете свою квартиру однокомнатную на, допустим, там, 1182 доллара за квадратный метр, а однокомнатная квартира этого класса, как правило, 35-32 метра общей площадью, и получите в итоге стоимость вашей квартиры. То есть, это, ну, реально социально востребованный проект, но, к сожалению, да, будем в другой стране реализовывать эти, как оно называется, социально востребованные проекты, да, социально востребованные, но что-то мешает, да, что-то мешает. Итак, друзья, ознакомил вас с городом Киевом, с ситуацией за год и еще там 3-15 месяцев в целом по Киевской области. Пришло время, друзья, что, ну, наверное, подводить итоги, мне всегда просто, чтобы я подводил итоги, ну, итоги подвести, в принципе, несложно. Как я говорил в предыдущих своих видео, что динамика или тенденция к снижению стоимости квадратного метра будут сохраняться до конца 2023 года. А это значит, что снижаться стоимость квадратного метра будет за год, ну, я предполагаю, по городу Киеву это будет где-то порядка 6%. Ну, может быть, ошибусь, там, на 1, ну, максимум на 2%. Я не могу прямо уж, ну, то есть это не казино, угадать 100%. Но еще раз повторюсь, тенденции, они сохраняются и будут сохраняться до конца года. Поэтому, кто хочет, так сказать, определиться с стоимостью квадратного метра, вы можете примерно понимать, что ваша недвижимость до конца года, ну, естественно, это в годовом измерении, сравнивая декабрь 2022-2023 год, снизится порядка 6%. То есть я практически не сомневаюсь, что вот мы увидим такие статистические данные. Хотя могу и ошибаться, в конце концов, я не могу все знать и, так сказать, время пройдет, и мы посмотрим. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости в Украине, вам необходимо что сделать, как минимум подписаться на мой канал, и вы будете в курсе всех событий. Вы также должны помнить, что я ваш скромный слуга, компания Alim Consulting. Кстати, не путайте, изначально об этом говорил, мы не являемся слугами народа. Ваши скромные слуги, которые на деле каждый месяц, каждый квартал показываем вам, что происходит с рынком недвижимости украины в разрезе всех ее сегментов. То есть государство это не может делать, а мы небольшая частная компания можем это делать. Ну, парадокс какой-то, блин. Ну, это такое дело, да. Поэтому подписывайтесь для того, чтобы знать, что происходит с рынком недвижимости. Ну, друзья, рассказал подробно, даже немного, так сказать, поистерил. Ну, бывает, бывает. Почему? Потому что, как бы, самое ценное у человека это время, когда все, что ты делаешь, оно качественно. Частные компании заказывают исследования, а на уровне государства это никому нафиг не надо. Ну, ты понимаешь, что, наверное, не в том государстве живешь. Итак, друзья, до встречи в следующих моих видео-роликах. Продолжение следует...